Брестская городская поликлиника номер 3 – то место, где пациентам всегда оказывается необходимая помощь, в том числе и тем, которые имеют различные проблемы со зрением. По данным статистики, около 300 миллионов человек по всему миру имеют нарушение зрения. Из них почти 40 миллионов полностью слепые, 19 миллионов – дети. Цифры действительно пугающие. Однако важно отметить, что многих проблем можно было бы избежать при своевременном обращении к специалисту. Даже при отсутствии каких-либо жалоб надо обязательно посещать врача-офтальмолога один раз в год. Очень многие наши заболевания начинаются абсолютно незаметно для самого пациента. Например, та же глоукома, которая является таким достаточно агрессивным заболеванием. И из-за несвоевременного обращения, к сожалению, происходят ситуации, когда мы выявляем ее совсем не на ранних стадиях. Ну и тогда уже нашей задачей остается не столько вернуть качество зрения, сколько уже сохранить то, что есть. Каждый человек должен осознавать, что заботиться о своем зрении крайне важно для того, чтобы не допустить негативных последствий. А для этого нужно ежегодно проходить профосмотр у врача-специалиста, который традиционно начинается с таблицы Сивцева. Алфавит на проверке остроты зрения. И уже после диагностика переходит на более узкий профиль в зависимости от результатов. Не стоит игнорировать рекомендации смежных специалистов, которые направляют на консультацию к врачу-офтальмологу, так как при многих заболеваниях, например, сахарный диабет, зачастую выявляются достаточно серьезные нарушения зрительных функций, которые, к сожалению, необратимы. Ну и из таких бытовых вещей, которые может делать каждый, это соблюдение зрительного режима. То есть даже при работе за компьютером, либо с документами, нам надо соблюдать расстояние, хорошее освещение, правильная осанка. Очень важно также держать необходимое расстояние от ноутбука или компьютера за рабочим местом. И главное всегда слушать рекомендации врача, потому что несоблюдение предписанных правил может привести к ухудшению зрения. Одним из заболеваний, которое также может привести к нарушению зрения, является сахарный диабет. Поэтому пациентам, имеющим данный диагноз, необходимо проверяться у офтальмолога. Владимир Синалиций также страдает от этой болезни, и поэтому к проверке своего зрения подходит очень ответственно. Два раза в год я прохожу комиссию, у меня сахарный диабет, поэтому врач мне назначает проходить комиссию два раза в год, весной и осенью. У меня сейчас плановая проверка, поэтому я прохожу хирурга, невролога и окулиста. Одним из самых распространенных способов восстановления зрения является лазерная коррекция. Данная процедура способна практически полностью восстановить зрительные функции глаза, и по длительности операция занимает не более 15 минут. Клиника «Новое зрение» – офтальмологическое медицинское учреждение, оказывающее услуги по диагностике и восстановлению зрения различной степени сложности. Уже через несколько часов человек начинает видеть совсем по-другому. Благодаря современному медицинскому оборудованию в большинстве случаев удается добиться практически стопроцентного результата, что определенно не может не радовать. А чтобы не допустить нарушения собственного зрения, нужно соблюдать необходимые правила и своевременно обращаться к окулисту. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!